Мы сказали, что Давида Мелех запретил неттиним и египоним, которые были, в принципе, эти неттиним, ходить в еврейский народ. Почему? Потому что он сказал, что у еврейского народа есть три качества. А у этих гуим этих качеств не было. Написано в Торе, что говорит, что сказал Давид, Три знака есть у этого народа. Рахманим, милосердный, Байшаним, стыдливый, Байгамуреха садим, делающий добро. Где посыл, посыл написано, Рахманим, Венатальнеха рахамим, Венатальнеха рахамим, Верихамха вирбеха, Бога и даст тебе милосердие, и смеялся над тобой, и увеличить себя. Байшаним, откуда мы знаем, что мы стыдливы, Баавуртие, ир-ато, аль-пенехе. Чтобы был страх Всевышний на их лице у них. Вегамуреха садима, откуда мы знаем, что евреи они доброцители. Лиман, ашер, яцове, от банаа, и от бето, и шамру Дереха Шэм, и ассоциадака в мишпад. Чтобы он заповедовал, не имеется в виду Абрамовину, своим сыновьям и своему дому. И Буду, не охраняясь путь Всевышнего, делать садака в мишпад. Демосердие и справедливость. Дальше говорит Гмара. И сказал Давид Амелех, все, у кого есть эти три знака, он достоин для того, чтобы примыкнуть, присоединиться к еврейскому народу. А у кого нету, то недостоин. И что получается, как мы с вами говорили, что эти гевуним, они заставили Давида дать семь потомков Шаула Мелеха. Кто это были? Это были два его сына и пять его внуков. Во всей видимости, как Монавы там показывали, что у него был один сын Мефибошет, и также был внук Мефибошет. А как он выбрал? Как Давида Мелех мог выбрать? У нас языком было это очень часто, к сожалению, во время Гитлера, что они требовали. Дайте нам столько-то людей, или мы уничтожим всю общину, не дай Бог. Или в Маграни Гитлера был там большой рабин, к которому пришел отец с вопросом. Он сказал, смотри, из нашего города должны забрать 100 детей. Я могу, взяли моего сына, я могу дать взятку и выкупить своего сына. Имею право или нет, но я знаю, что вместо него возьму другого. И тот Равен сказал, я не знаю, у меня книг с собой нет, я не могу тебе ответить. Он говорит, ты мне скажи, можно или нет, я не могу тебе сказать. Он говорит, я вижу с этого, что нельзя мне это делать. Он оставил своего сына, сказал, пусть мой сын будет как Корбан-Улах, как будет жертва. И он его не вытащил. Был другой Равен Арби, Шимон из Миджелов, который был большой цадик. И также еврей, который работал с нацистами, увидел его в поезде и вытащил его оттуда. И сказал, Равай, как бы он не был далеко от Торы, но он узнал, что он большой праведник. Он его вытащил, и он спросил его, вместо меня кого-нибудь возьмут, он промолчал. Вместо меня кого-нибудь возьмут, он промолчал. Он вернулся снова в вагон. И его убили, и Махшима, и Махшима, и Махшима, и Махшима домам. И здесь тоже говорит, как Давид Амелех все-таки тогда выбрал. Тогда был Арон Акодиш. Говорит Рафуна, Он провел всех этих потомков перед Арон Акодишем, и всех, кого Арон Акодиш притянул, как-то он показал какой-то знак, они были выделены, что их нужно будет передать, а тех, кого он не притянул, того он оставил. Но, говорит Гмара, на самом деле, комментаторы Гмара говорили, что на самом деле они уже заслужили смерть по другой причине. Теперь, даже говорит Гмара, что все-таки у него был друг Йонатан у Давида Амелеха, у него был сын Мефи Боша, и он попросил Всевышнего, чтобы он не пошел на смерть. И Гмара приводит сначала несколько мнений, как это могло произойти, что сначала его Арон выбрал, он попросил, чтобы его отпустил, или не выбрал. Говорит Гмара, что он попросил изначально, чтобы, когда он будет проходить, чтобы Арон его не выбрал. Это Арон Акодиш, и так он остался живой. А Рафуна Амелеха рассказывает, что в его время был убийца, и никак не могли найти убийцу. Я знаю, 10-15 человек подойдет, и он сказал, у меня есть курица, которая волшебная курица, кто-то на нее дотронется, если он убийца, она будет кричать. Он поставил эту курицу, все прошли, все положили руку курице, как молчала, так и молчала. Он говорит, ну вот, никого здесь нет, он сказал, поднимите все руки. Все руки подняли, у всех были руки черные, потому что он намазал ее черной краской или углем. Поэтому все, кто не убивали, они дотронулись, не боялись, а тот, кто убийца, он руку положил над ней, но не дотронулся до нее. И так поймали, кто был убийцей. Дальше. Гмара. Объясняет, как так могло быть. Написано в Торе, вехакати влоюм ту авод алпаним, уваним влоюм ту авод, и шбехет о юмато. Как это может быть написано в Торе по-зу, что не будут дети умирать за грехи отцов, а отцы за грехи сыновей. А как здесь убили потоков Шауля за то, что сделал Шауль, что он убил город Кохенов, и этим забрал пропитание у этих гивоним. Вегмара, мутавши те акер отахат ми на Тора, ваали в халейшем шамаем в Афаресе. Лучше говорить, пусть будет вопрос над этим пасуком в Торе. Или, если правильно перейти, пусть одна буква в Торе уберется, но не будет хилюлашем. Чтобы не говорили, смотри, что сделали с Герми, и никто за это не понес ответственности. И дальше Гмара говорит, что сделали, их повесили, и они висели почти полгода. Три-четыре-пять месяцев они висели, и мама их, она была там и отгоняла днем птиц, ночью диких животных, пока не пошел дождь. Два. И когда пошел дождь, они помнили, что именно за этот грех был три года голод. Еще один наш экскьюз. Да, вот это экскьюз, что два экскьюза были, что Шауля Мелеха не сделали ему надгробные речи, не оплакивали его так, как надо, и второе, что убилетит его ним. Сейчас, поэтому за это их повесили, теперь. И говорит Гмара, что она приняла это с любовью, и есть история про Хафисхайма, когда у него скончался сын, он был в Варшаве, печатал свою книгу Мишнабрура, и пока он был там, его сын скончался, он говорит, если бы я там был, я бы постарался сделать что-то, чтобы его спасти, но во время похорона он сказал Всевышний, до этого у меня сердце было разделено на две части, у меня любовь была к тебе и к своему сыну, сейчас у меня полностью сердце посвящено тебе. Второй вопрос, спрашивает Гмара, как они могли оставить их висящими несколько месяцев? Второе написано, не имея права оставлять труп человека, висящим на дереве. Даже тот, кто заслужил того, чтобы его повесили, сразу, как солнце село, его должны были снять. Гмара, пусть говорит, уберется, не дай Бог, одна буква из Торы, и будет Кидуша Шем. Там был Хилула Шем, если бы их не наказали, а когда их оставили, был Кидуша Шем, освящение имени Всевышнего. Как был Кидуша Шем? Говорит Гмара, что те, кто проходили там, сказали, Нет другого народа, к которому стоит присоединиться, как этот еврейский народ. Что значит? Они что сказали? И если детей царя наказали за то, что они причинили вред Герим, тем более простой еврей тоже будет наказан. И тем более, если за этих геров, которые они тогда, эти геры были даже не полноценными, были самым низшим звеном еврейского народа. Если за них они и так требуют справедливости, то тем более за евреев. Миядни Товсволь Исраэль мема хамишим элев. В тот момент присоединиться к еврейскому народу 150 тысяч Герим. И они были потом теми, кого Шлому Амелех использовал на строительстве Бет-Хамикдаша. Даже Бермарак. Они сказали, что они не имеют права, что они не имеют права входить в еврейский народ. Он говорит, что Моше Газаралем уже Моше Рабену постановил, что они не имеют права, как у нас будет парашат Ницавим. И написано там по сути, что каждый еврей из Исраэля, каждый еврей, Та пехем нишахем и геркашем и геркашем в керках маханеха, Дети, жены и герим, которые внутри твоего лагеря, Мехотев ицеха от чоев мемеха, от дровосекой до водоносца. Кто это? Уже Моше Паскал, что они будут дровосеками и водоносцами. Они не имеют права входить в еврейский народ. Он говорит, что Моше Газаралем, что Бет-Хамикдаш Каям. Он постановил для своего поколения Моше Рабену. Потом Йошуа постановил все то время, пока стоит Бет-Хамикдаш, как написано, Вьетнам, Йошуа, бе-йо-магух, хотве ицим, ве-шуа-бе-майм. И Йошуа тогда постановил, что они будут дровосеками и водоносцами. Давид говорит, что Бет-Хамикдаш Каям. Потом Давид пришел и постановил, что даже когда не будет Бет-Хамикдаша, они не имеют права входить в еврейский народ на веки веков. Следующая мишна возвращается опять в Алхот и Бум. Говорит мишна так. Говорит Раби-Ошуа, я слышал две вещи, но я не знаю как. Сарис это евнух, это бесплодный человек. Если он, у него брат скончался без детей, он делает Халица вдове своего брата. А если у него жена осталась, он скончался, то его жене делают Халица. Дальше говорит Раби-Ошуа. Второе, что я слышал, что такой евнух, он Халица не делает, и его жене Халица тоже не делают. Он говорит, я не знаю, в каком случае делается Халица для его жены, и он делает эту Митцу, а в каком не делает. Сказал его ученик, Амар Раби-Ошуа, а не Фареш, он был его учеником. Сарис, Адам, Холес, Вехолитин, и что? Он говорит, если этот человек стал бесплодным из-за того, что люди вмешались в его возможность приводить детей, может, и он делает Халица, и его жене тоже делают Халица. Почему? Потому что было время, когда он мог плодиться и размножаться. Сейчас он не может, но было время, когда он мог. А кому не делать? Но тот, кто родился бесплодным, ни он не делает Халица, вдове своего брата, ни его жене не делают Халица. Почему? Потому что у него никогда не было возможности плодиться. Он родился таким, он от Бога такой. Он говорит, что это не так, Сарис, Адам, Холес, Вехолитин, и что? Он говорит, наоборот, человек, который вмешался, он стал бесплодным из-за людей, ему делают Халица и его жене. Он делает Микне Шайтало, Шаатакоша. Потому что у него было время, когда он мог это сделать. Наоборот, Сарис, Адам, Холес, Вехолитин, и что он говорит, что он говорит, что он говорит, что он говорит, что он говорит. А тот, кто родился таким, ему Халица делают, и его жене, почему? Потому что его можно вылечить. То есть, что получается, Арбелезер говорит, наоборот, Арбелезер говорит, что тот, кто родился бесплодным, его еще можно вылечить. Но тот, кого сделали бесплодным, его вылечить нельзя. Дальше. О, его жене, на самом деле, мы с вами проходили, что такой человек не имеет права жениться. Он, да. Вопрос, сейчас будет к Рабе Акиви, как могли ему сделать Ибум, или его жене сделать Ибум, или Халица, мы сказали. Но говорит Мишна дальше. Говорит, что он свидетельствует, что в Иерусалиме был человек, который звали Беб Мегусад, или из места такого. И после того, как он скончался без детей, его жене сделали Ибум. Теперь Рабе Акива сказал, что делают Халица. А он говорит, что его жене сделали Ибум поддержать то, что сказал Рабе Акива. По словам Рабе Акива. Поэтому и дальше Мишна заканчивается с следующими Аллахом. Говорит так. Сарис, человек, который бездетный, он Ибум не делает, и Ибум его жене тоже не делает. Почему написано второе? Чтобы не стерлось его имя среди еврейского народа. Говорит Раши. Это человек, который бесплодный, он уже у него имя было стерто, поэтому ему и так, и так Ибум не делают. И девушка, которая бесплодная, Айлунит, которому мы сказали, когда лет 20, уже у него мужской голос, не видно у него женских червь. Она не будет рожать детей. Ее тоже не делают ни Ибум не Халица. Почему? А чертелет написано второе. Кому делать, который родит потом? Рад Ле Айлунит. Она не может рожать. Дальше говорит, Мишна. А все-таки, что есть вот этот бесплодный, он сделал Халица вдове своего брата. Он считает, что ничего не сделал. Эта вдова имеет право выйти из закона, он ее не сделал по сути. Почему? Он ничего не сделал. Но, говорит, Мара, Ба Алла, Песала. Но если он имел с ним интимные отношения, этот бесплодный брат, тогда она стала по сути такой иномит. Потому что это интимное отношение считается знут, развратом, блудодейством. Если он хастрирован, как он будет? Он по-другому. Не обязательно, что он хастрирован. Сегодня есть вопрос. Сегодня человек может выпить определенные лекарства и стать бездетным. Не имеет права. В большинстве случаев. Теперь. Говорит, что значит, что он имел с ним отношения, это Ба Алла, Песала. Потому что он не имел право иметь с ним отношения, потому что она запрещена ему, как жена брата, где нету митцвы, делать сибун. Он бесплодный, не имеет права делать сибун. Дальше, говорит, Мишта. Векен Айлонид, шехальцу ла Ахим ло Песалуа. И также эта бездетная девушка, Айлонид, если ей сделали халица, братья ее мужа, ничего не сделали, она имеет право выйти замуж за Куэна. Видимо, говорится о Куэне, у которого уже есть дети. Но если они имели с ним отношения, сделали Ба Алла, они сделали ее непригодной для Куэна, так как это тоже знут. Мы сказали, сказал Мишнер Ба Акива, теперь Гмара объясняет нашу Мишну. Я объясню. Сэрис Адам Холец, ба Холцильный, и что? Человек, который бесплодный, ему делают халица, и его жене, он делает халица, и его жене делает халица. Мит, не шай, та, ну шат, а кошек. Потому что было время, когда он был плодный. Потом люди его сделали бесплодным. А тот, кто родился, наоборот, спрашивает Гмара, Сэрис Адам, Ло Холец, должно быть, что он не имеет права делать халица. Потому что есть запрет. Не войдет, как мы сказали, что это человек с поврежденными яичниками и с отрезанным детородным членом в общество евреев. Как так? Одно объясняет. Теперь Гмара дает три ответа. Два одного из них отвергает, принимает треть. Первый ответ, возможно, брат этого бесплодного человека был женат и на Георет. Не имеет права жениться на еврейке, но на Георет имеет право. Поэтому он мог сделать и бум Георет, или халица, и Георет. Второе объяснение. Получилось так, что когда его брат умер, этот брат еще был нормальный. И его вдова должна была выйти за него замуж. Но потом случилась автокатастрофа, и он стал таким бесплодным. Или Сэрис. Тогда тоже было время. То есть один раз он должен сделать с ними сват и бум, а потом ему отделяют. Он не может дальше с ней жить. Теперь, мы сказали, кроме этого, здесь это лав, запрет. Человек с поврежденными детородными оргами не имеет права жениться на еврейке. И Арабей Кива что сказал? Мы сказали, что есть три мнения, когда получается мамзер. Арабей Кива говорит, если просто лав, запрет по торе, уже ребенок, и они нарушили его ребенок мамзер. Мудрецы говорят, если там карет, тогда мамзер. Если здесь запрет, и ребенок, как, он говорит, у него лав, запрет, как карет. Как получается так, что он сделал халица или и бум, он в эту категорию вообще не входит. И объясняет гумора так, что на самом деле, наша гумора идет по мнению Мехаеве Лавинь, Шаар Хабей Мамзер. Что есть мнение, которое объясняет мнение рабяки вот так. Когда ребенок становится мамзер, когда человек имеет отношение, когда есть карет, и когда есть запрет лав, просто запрет по торе, без наказания карет, с близкими родственниками. В таком случае, в таком случае, этот ребенок мамзер, и наказание там, как карет, там он имеет право делать и бум. Но в другом случае, а если это дальние родственники, или это вообще не родственники, но там тоже наказание карет. Мехаеве Лавинь, Герере, Лохаве Мамзер. А там, где слабый запрет, не его близкие родственники, там ребенок не будет мамзер. Поэтому говорит, Марат Альшин. Поэтому Рабей Кива говорит так, Хайя Вей Лавинь, Хайя Вей Критот, Ешь Мамзер, Хайя Вей Лавинь. Там, где есть запрет лав с близкими родственниками, тогда есть карет и ребенок мамзер. А если это дальние родственники, то это не мамзер. И здесь получается так, что так как запрет этому человеку с поврежденными ядрами, или детеродным органом, или бесплодным, это запрет, он не такой строгий, не такой сильный, он более слабый, поэтому здесь Рабей Кива тоже говорит, что если он сделает халица или ебум, то это работает. Мы сказали, царь Адам, холец, 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 ничто. Опять, что он делает? Он именно должен сделать халица, не имеет права делать ебум. Царь Адам, холец, 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 ничто. Это человек, который стал бесплодным из-за людей. Говорит Рабей Кива, он делает холец, и его жене делают холец. Но если он родился бесплодным, говорит Рабей Кива, что ни он не делает холец, ни его жене не делают холец. На этом мы закончим сегодня. Барухадуна ла Олам. Амин. Амин. Барухадуна ла Олам.